Приветствую каждого из вас величественным, торжественным поздравлением. Христос воскрес! Пасхальным, величественным, торжественным поздравлением. Снова и снова. Христос воскрес! Вы не ослышались. И я знаю, что мне вторят многие из вас сегодня, повторяя в унисон, говоря, воистину воскрес. Друзья, по причине испытаний, постигших наше общество, и отсутствия возможности совершать совместные, многочисленные, воскресные, пасхальные, торжественные богослужения, Глубоко верю, что мы соединены в Духе, находясь в Его теле и празднуя совместно в Духе Его великое светлое воскресенье. Со времен изгнания человека из рая люди были в поисках секрета бессмертия. Но хорошее новость для многих из нас заключается в том, что те из нас, которые нашли ключ к бессмертию, этим ключом является наша глубокая вера в то, что Христос совершил на кресте Голгофы. Некогда умер за мои и за ваши грехи, но воскрес для нашего оправдания. То есть это ключ к бессмертию. Некогда апостолы, написано, с великою силою свидетельствовали о воскресении Иисуса Христа. И затем Писание дальше через запятую говорит, и великая благодать была на всех их. С великой силой свидетельствовали о воскресении. И затем великая благодать была, как результат того, что они свидетельствовали о воскресении. Друзья, желаю вместе с вами продолжить начатое апостолами несколько тысяч лет назад. Хотим ли мы, чтобы великая благодать была на наших семьях, на наших детях, на нашем обществе? Давайте продолжим с великой силой свидетельствовать о воскресении. Сила Его воскресения – это наша с вами сила. Победа Его воскресения – это наша с вами победа. Торжество Его воскресения – это наше с вами торжество. Свет Его воскресения – это наше с вами, это наш с вами свет. Поэтому я снова и снова желаю вам обильных Божьих благословений. Я всегда люблю говорить «прочь уныние и страх». У нас намного больше причин для радости, даже с учетом неудобств, которые мы имеем, намного больше причин для радости, чем причин для уныния. Или разочарований. Друзья, Христос воскрес. Он мне и вам Он сказал. Живу я, и вы будете жить, вовек будете жить. Поэтому на этом я и окончу. Желаю обильных Божьих благословений снова и снова в ваших домах. Находясь в кругу семьи, находясь, может быть, разделены друг от друга, ограничены общением друг с другом. Но, тем не менее, вторая хорошая новость – это то, что тело Иисуса Христа неделимо. По всей Вселенной, по всей земле оно неделимо. Поэтому, находясь в теле, мы будем праздновать торжественное воскресение Иисуса Христа. Будьте благословены! Субтитры создавал DimaTorzok